Девушки отдыхают Посмотрим, какие танцы и какие песни они исполняли в Болгарии. Посмотрим, какие танцы и какие песни они исполняли в Болгарии. Посмотрим, какие танцы и какие песни они исполняли в Болгарии. Посмотрим, какие танцы и какие песни они исполняли в Болгарии. Посмотрим, какие танцы и какие песни они исполняли в Болгарии. Ну что ж, дорогие друзья, действительно потрясающе танцевали детки. Давайте теперь познакомимся с ними самими и, конечно же, с художественным руководителем. Итак, у меня сегодня в гостях потрясающий коллектив под руководством Виктории Лукьяновой. Военно-президент Ассоциации гармоничного развития детей «Джуниор». Доброе утро. Доброе утро. И у нас на утреннем диванчике Ирина Красничук, участница группы «Эсперанца», Вадим Недрица, участник группы «Фунтики» и… «Счербец Анастасия». И «Счербец Анастасия». Доброе утро, ребят. Доброе утро. Ну что, только-только вернулись в Болгарии? Да. Совсем недавно, да? Совсем недавно что там проходило? Какой конкурс? Расскажите. Там проходил детский конкурс «Надежда обзора». «Надежда обзора». И вот этот стул, мой стол, сегодня завален всевозможными призами и грамотами, так? Да. За что вы получили призы и награды? Передай другому. Всевозможные призы, которые сейчас перед вами, мы получали за исполнение песен в разных номинациях. Это народные, эстрадные. И также мы пели группой. Некоторые участники нашей группы исполняли композиции на фортепиано, на гитарах играли. И было также... Вот я танцую еще в коллективе танцевальном, и вот есть награды с коллективом. А теперь более подробнее, Виктория Николаевна, рассказывайте. Еще раз добрым утром, да? Добрый день. Вы уже не первый раз ездите именно в Болгарию, и именно из Болгарии привезете огромное количество призов. Что это за интересный конкурс такой? Чем отличается он от остальных? И почему туда вас постоянно тянет? И с чем прибыли сегодня? Мы любим очень Болгарию, гостеприимство этой страны. Сейчас мы ездили немножко в другом статусе, потому что наша ассоциация теперь – это представитель Всемирной Ассоциации Исполнительских Искусств. И мы уже, как представители из Молдовы, организовывали конкурс Молдовы и ее гостей в Болгарии. И мы получили, конечно, большое количество приглашений в другие страны, потому что наша ассоциация, она объединяет много стран, и мы будем ездить. Ездить и также себе пригласим в Кишинев, в Молдову, потому что очень многие хотят к нам в гости приехать. А поможет нам в этом департамент национальных меньшинств, который мы аккредитованы. И наша ассоциация «Джуниор» и мы планируем в марте уже пригласить всех наших друзей из различных стран к нам в Молдову. Давайте по порядку, да? То есть, что было в этот раз очень здорово. Постоянно ездили мы в гости, привозили призы, да, теперь к нам приедут, да? Из каких стран тогда планируете принять участников, раз уже перешли на эту тему? Обязательно с Украины, Армении, Болгарии, Венгрии, России. Мы приглашаем всех, ну и Молдова, все регионы, потому что у нас очень богатая талантная страна. Очень здорово. В Болгарии сколько деток из вашего коллектива побывало в этот раз в Болгарии? И давайте вот по призам пройдемся. Я смотрю, их огромное количество, то есть, в каких номинациях они участвовали, в каких выиграли. Сколько это, я знаю, что у вас огромное количество гран-при в этот раз. Да. Наша ассоциация, у них три гран-при. Это группа «Фунтики», которую вы сейчас видели, группа «Сперанса», которую вы еще посмотрите. И дальше 12 первых мест, среди которых мюзикл «Кнопи», которые тоже вы увидите сегодня фрагменты. Это совсем малыши там выступают. 12 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых медалей, потому что наши дети, они разносторонние, они выступают. И как вокалисты соло, в дуэтах, в группах, в мюзикле рисуют, играют. Вот Ирочка одна у нас выступала в пяти номинациях, она еще и танцует. А так как мы приглашаем коллег наших хореографических руководителей коллективы, то получается, что дети имеют возможность на одном фестивале сочетать много видов искусств. Как это здорово. У меня такой другой вопрос. Кому достались вообще? Достались ли кому-то еще какие-то медали и призы? Потому что вот за такое огромное количество призов все Молдове досталось. То есть как другие страны неревностно относились к тому, что в принципе Молдова взяла, забрала все золото и уехала? Ни в коем случае все не забрали. У нас в общей сложности было 10 гран-при, которые получил представитель Армении Арман Семанян, с которым мы очень подружились. Бальная пара, бальные танцы Киев, Украина. Россия получила специальный приз, Молдова у нас хореографические коллективы получили 2 гран-при, Болгария у нас получила 2 гран-при и первые места. Уровень был достаточно высок, жюри сидело из разных стран, но никакого несогласованности не было. Настолько все единогласно принимали решения, и мы все, конечно, гордимся нашими воспитанниками. И нам нравилась очень атмосфера, как дети подружились, как у них никакой ревности, никакой конкуренции. Просто радовались друг другу, аплодировали, поддерживали. Ведь на одной сцене оказались страны, которые мы знаем сейчас, в состоянии... Достаточно тяжелым. Достаточно тяжелым. И вот здесь был показатель, когда на одной сцене все дети выступают, это язык искусства объединил всех. Вот это самое главное, что наши человечки добрые, восприимчивые, и мы рады, что мы растим такое доброе, эмоциональное, душевное поколение. Ваш центр называется «Центр гармоничного развития». Как давно вы существуете для тех, кто вас видит в первый раз? И с какого возраста, по какой детки у вас занимаются и чем? У нас центр существует с 2005 года. То есть десятилетие в этом году? Да, у нас будет скоро творческий вечер нашей ассоциации гармоничного развития. Детки к нам поступают с 5-6 лет, и до 15-16 лет они у нас занимаются. Один наш воспитанник уже звукорежиссер в нашей студии звукозаписи. Он у нас записывает фонограммы. Детки поступают в 5-6 лет. Мы начинаем с ними заниматься мюзиклом. То есть все в игровой форме. Постепенно они у нас пробуют... То есть чем? Вокалом? Это больше... Более подробно расскажите. У вас тут и хореография, и вокал. Она как бы переплетается. У нас вокально-хореографическая студия. Первостепенно обучение вокалу. Но дети также само получают занятия по хореографии. Ну и дикция, упражнения вокальные. Это весь набор, спектр наших предметов. Но почему у нас вокально-хореографическая группа? Потому что достаточно удивляется внимание именно хореографической подготовки. Они часто выступают в жанре музыкального шоу. А поскольку деткам тяжело просто заниматься хореографией, мы начинаем заниматься сначала мюзиклом. И там они уже себя раскрывают как артисты. Нам легче потом предугадать их будущее, в каком они пойдут в жанре. Народному, эстрадному, джазовому. Вы как художественный руководитель, вот на дворе лето, самый разгар. Это каникулы для детей, это то, что они ждут, наверное, дольше всего и целый год. Как вам кажется, летом дети должны также заниматься, чтобы не утерять эту сноровку, этот навык? Либо все-таки летом им дать полностью нужно отдыхать? Конечно, летом детям всем надо отдыхать. Правда, дети? Но они сегодня пришли с таким удовольствием, они хотят заниматься. Нужно дать отдыхать им, но это должен быть творческий отдых. Они не получают удовольствия, если они просто... Ничем не занимаются. Ничем не занимаются. А если они поехали, выплеснули энергию, они привезли дипломы, им такие залы аплодировали. Они настолько себя уже совсем видят большими артистами. Тогда они уже после отдыха приходят совершенно в другом статусе, им опять хочется поднимать свой уровень. У нас много приглашений получили. Сейчас мы в октябре ездим в Прагу на международный фестиваль. Настя Антон получила у нас приглашение в Италию. Пианистка наша Анищук Анастасия в Мальту получила приглашение. Киев, Украина. То есть вот этот болгарский фестиваль, на котором вы побывали, да? То есть он дал возможность в разные страны мира вашим воспитанникам поехать за другими призами? Ну, мы едем не за призами, мы едем представлять Республику Молдова. И нам очень приятно, когда нас оценивают. Вы знаете, дети мне всегда говорят, что им не важны места. Им главное, чтобы я была ими довольна. Это самое главное. Потому что если они становятся рабами призов и кубков, пусть это будет просто как такая награда для сердца, но не самоцель. И я очень рада, что наши дети именно так относятся к своим победам, чтобы я могла ими гордиться. Ну что ж, мы гордимся вами. И тоже решили наградить вас баночкой ароматного кофе Якобс для вашего всего творческого, наверное, взрослой части коллектива. Ну и с большим удовольствием хотелось бы пожелать, во-первых, вам удачи, творческих, эмоциональных побед. И обязательно хотим посмотреть танец более старшей группы под названием «Сперанца», так? Да, это песня хора Мария и вокально-хореографическая композиция. Что ж, огромное спасибо, смотрим. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok